Случайно оставленный вами след совсем незаметен к человеческому глазу, однако подготовленный специалист узнает о вас массу интересного. О том, как работают криминалисты, узнаем сегодня. Как говорят специалисты этой профессии, идеальных преступлений не бывает, следы остаются всегда. Десногорский криминалистический отдел может проводить ряд специальных экспертиз. Это дактилоскопическая экспертиза, тросологическая, техническое исследование документов, баллистическая экспертиза, портретная экспертиза, экспертиза холодного оружия. У каждого сотрудника специальных служб есть свой чемодан. У медиков с препаратами, у спасателей-инструменты, у криминалистов, лупа, фонари и другие средства. Они помогают собрать следы преступления и установить личность подозреваемого. Для снятия отпечатков пальцев используются дактилоскопические порошки. Они позволяют выявить отпечатки на поверхности или снять их непосредственно с подозреваемого. Собранный материал сверяется с базой данных области. В базе данных мы находим номер нашего следа, идем в рекомендательный список, заходим. И вот нам выбрасывают то, что считает система более подходящим. Открываем и уже, как говорится, глазами производим сверку. Совпадение отпечатков по 12 признакам служит основанием для установления подозреваемого лица. Помимо этого, оснащение специалиста позволяет производить экспертизу следов обуви, денег, стрелянных гильз и многих других улик на месте преступлений. Собранные материалы аккуратно изымаются и упаковываются в спецпакет для дальнейшей транспортировки. Почему он называется спецпакет? Его не нужно прошивать, заклеивать, либо что-либо с ним делать. У него просто вот линия отрыва здесь есть, и он потом просто запечатывается, делается в соответствующей пояснительной надписи. И то есть уже вскрыть его, а не нарушивая упаковки, невозможно. Как пояснил эксперт, красочные кадры сериалов о работе криминалистов далеко не всегда соответствуют действительности. На деле эта скрупулезная работа не терпит суеты, и часто именно эти манипуляции помогают установить всю картину происшествия.